Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Карачаево-Черкесия получит дополнительные средства на реализацию программы социальной догазификации. Правительство России выделило 54 регионам средства на компенсацию расходов для приобретения оборудования отдельным категориям граждан. Размер субсидий составит не менее 100 тысяч рублей, и они рассчитаны на следующие категории граждан – участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и семьи с низким доходом. Сотрудники пограничного управления по Карачаево-Черкесии выявили двух нарушителей пограничного режима, которые оказались жителями Краснодарского края. Прибыли они в Карачаевский район с целью прохождения по туристическому маршруту ущелья Дамба-Юльген к Чучхурским водопадам, экологическая тропа которого пролегает по охраняемой пограничной территории Тибердинского национального парка. У туристов не оказалось документов, регламентирующих право нахождения и пребывания в пограничной зоне. Наши жители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.2 КОАП России в виде административных штрафов на общую сумму 2000 рублей. Пограничное управление обращает внимание гостей и жителей региона, что в пределах пограничной зоны, расположенной на территории Карачаевского, Зеленчукского и Урубского районов, установлены действия правил пограничного режима. Нахождение в пограничной зоне без соответствующих документов является административным правом нарушения и вычет за собой административную ответственность. Необходимая информация о требованиях российского законодательства в пограничной сфере размещена на официальном сайте ФСБ России. Новогодние праздники позади, однако вручение подарков в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» продолжается. Сегодня в региональном отделении «Единая Россия» было исполнено желание еще одной семьи из Карачаева-Черкесии. Жителю Черкеска, ученику 13-й школы Боре Кагиеву и его маме Виктории, долгожданный компьютер вручил спикер республиканского парламента Александр Иванов. «Единая Россия» является партнером акции и уже помогла осуществить желание нескольких десятков жителей Карачаева-Черкесии. «Открываешь приложение «Елка желаний», вводишь все данные желания ребенка, заявка проходит модерацию и а-ля. Хоп!» «Хорошая акция вообще?» «Если честно для себя, я писала проверить, действительно ли это работает. Мы же взрослые, они в чудеса не верят. Оно работает». Его назвали «Аддыхским Каруза», а «Неповторимый баритон» узнавали с первых нот. Сегодня Карачаева-Черкесия простилась народным артистам Карачаева-Черкесии Хусином Азамат Гиреевичем Готовым. Известного черкесского певца в последний путь провожали в родном ауле Жако. Фатима Даурова подробнее. Холодное февральское утро обжигает мороза. Но, несмотря на это, к месту прощания с Хусином Азамат Гиреевичем Готовым люди продолжают стекаться. Односельчане, жители района, коллеги, знакомые, друзья, родные и близкие пришли проститься с достойным сыном черкесского народа. Среди присутствующих представителей правительства Карачаева-Черкесии, администрации Хабецкого района, духовенства, общественных организаций. Траурный митинг открыл министр культуры республики Зураба Гирбов, который в своих словах выразил соболезнования родным Хусина Готова. И еще раз подчеркнул, какую большую потерю понес весь многонациональный народ Карачаева-Черкесии в связи с его уходом. Провожаем в последний путь. Но вчера, когда эта траурная весть до нас дошла, когда мы сообщили руководству республики, все моментально откликнулись. Кто не видел, может быть, но и глава республики выразился от болезнований, глава правительства. Для нас, для всех, для каждого человека в республике, который здесь вырос, это потеря. Человек, как я, например, с детства, когда еще мальчишкой бегал, радиоприемник слышал, я вырос на песнях Хусина Готова. Выступающие вспоминали жизненный путь известного артиста и говорили о его значимом вкладе в развитие культуры родной республики. Все народы Карачао-Черкесии скорбят вместе с родом Готовых. Хусин себя зарекомендовал как человек искренний, человек чистой души, талантливый, высокой нравственности, высококлассный специалист. Человек, который внес в культуру народов, в том числе и черкесского народа, большую работу по сохранению культуры, по ее развитию. Человек, который заслужил самых высоких титулов и почета. Природа одарила Хусина Готова неповторимым баритональным тембром. Своим уникальным исполнением, присущим только ему одному, он прославил родную республику и свой адыгский народ. Именно он впервые в Карачао-Черкесии был удостоен звания народный артист России. Волшебству его голоса покорялись столичные и зарубежные сцены. На одном из выступлений на Международном фестивале народного творчества в Бельгии за его необыкновенный голос европейский зритель восхищенно назвал его черкесским Карузо. Он украшал наш народ, Карачао-Черкесский весь, и черкесский свой родной народ, он украшал своим талантом. Он выходил на сцену окрыленный песней. Вся его жизнь была как вот эта вот песня, потому что он жил в этой песне, жил в этой музыке. Вот эти красивые горы не могли другого человека родить. Эти горы родили именно талантливейшего человека. И пускай всегда в этих горах, вот в этом его родном ауле, в этой частице его родного сердца, родной земли, пускай всегда и навечно звучит музыка Хусина Азаматовича Готова. Хусин Готов с упоением отдавал себя любимому делу. Будучи большим интернационалистом и космополитом в душе, в своем творчестве он показывал красоту и мелодичность песен всех народов Карачаева-Черкесии. Гимен матерям и бабушкам черкесского народа, легендарная песня Синанадаха в его исполнении – это золотая классика музыкального фонда «Адыгов». Особую любовь питал и к русским народным песням, которых он исполнял от души и со свойственным только ему размахом. Он же жил в каждой семье, его голос звучал в каждой семье, на помостках, в других республиках, в Москве. Это был прекрасный, изумительный человек, поэтому, если есть что-то на том свете, видимо, там тоже все высшие возрасты ему должны. Будучи директором Колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова, Хусин Готов лично создал дирижерское и вокальное отделения. Имея абсолютный слух и высшее профессиональное образование, он преподавал вокал молодым исполнителям и занимался постановкой голоса. Хусин Азамат Гиреевич прожил яркую жизнь, как будто исполнил песню. Через тернии зажглась его звезда и сейчас горит живой памятью в сердцах его слушателей. Я абсолютно не жалею, если бы заново повторить прожитую жизнь, я бы то же самое сделал бы, избрал бы свои профессии, искусство, пение, доставлять радость, удовольствие слушателям, людям. Фатима Даурова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями, а в горах местами небольшой снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 7, минус 12, в горах до 18 градусов мороза, днём минус 2, плюс 3, местами до минус 8, на дорогах гололедица. В Черкесии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 10, минус 12, днём минус 1, плюс 1, и на дорогах гололедица. На работе были задержки с зарплатой, поэтому я не смогла вовремя оплачивать свои долги по кредитам и коммунальные платежи. Компания «Бизнес-юрист» помогла мне за 6 месяцев списать 800 тысяч рублей. Всем, у кого сложная ситуация, рекомендую обращаться в эту компанию. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Добро на колёсах. Подопечным некоммерческой организации «Очаг добра» в Черкесске требуется помощь волонтёров для доставки горячих обедов пожилым людям. Ежедневно организация готовит до 70 комплексных обедов, которые потом нужно развозить по адресам. Наша съёмочная группа присоединилась к одному из постоянных волонтёров. Репортаж Мадины Лайпановой. Помогать людям может каждый, так считает автоволонтёр Центра «Очаг добра» Фериде Токова. Вот уже три года эта хрупкая девушка помогает в доставке горячих обедов пожилым людям в Черкесске. Как рассказывает Фериде, раньше она тратила на это примерно полчаса в день, объезжая в среднем четыре адреса. Теперь же, с учётом того, что волонтёров не хватает, время увеличилось вдвое, собственно, как и количество адресов. «На данный момент «Очаг добра» нуждается в автоволонтёрах, так как, к сожалению, не каждый день получается заполнить маршруты всеми автоволонтёрами. Кому-то приходится по несколько маршрутов развозить. Это осуществимо каждым волонтёрам, естественно. Только единственное то, что еда может уже быть остывшей, пока она доедет до нужного подопечного». 75-летняя Раиса Михайловна – одна из тех, кому ежедневно доставляется горячий обед. Женщина живёт совсем одна, и порой за день ей удаётся поговорить только с волонтёрами «Очага добра». За эти драгоценные минуты она безмерно благодарна каждому из них. «Доброта, доброта, улыбка, пожелания здоровья, долголетия. Доброта исходит искренняя, человечная. Девочки вообще не знаю, ну, каждая приходит, как будто солнышко. Сегодня одно, завтра другое. Это вот в нашем возрасте, это такое великое счастье, вы не представляете». На данный момент на попечении организации находится 72 пожилых человека, которые не могут самостоятельно посещать центр. Собственно, им и осуществляется доставка. Как рассказывает руководитель «Очага добра», несмотря на то, что есть постоянные автоволонтёры, их, к сожалению, не хватает. «Спасибо всем большое, кто причастен к такому добру, кто откликается. Кто-то может в какой-то период, да, вот бывает такое, что возможно отпуск, возможно какое-то свободное время. Это не получается постоянно. И поэтому периодически бывает, вот был человек, всё, у него сейчас не получается, и наши ряды пусть пустеют. Поэтому наш этот вопрос и просьба, она актуальна. Она актуальна, потому что волонтёры нужны всегда». Если у вас есть возможность и желание стать автоволонтёром, вы всегда можете написать сообщение на официальные аккаунты организации или позвонить по номеру. Плюс семь девятьсот двадцать восемь триста восемьдесят семь восемьдесят один девяносто один. Бадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В этом году народному художнику Карачаева-Черкесии скульптору Магомеду Хабичеву исполняется семьдесят лет. В картиной галереи «Черкеска» открылась выставка его работ. На экспозиции побывал Али Батажев. Живопись, графика и скульптура. Работы художника и скульптора Магомеда Хабичева воплощены в бронзе, мраморе и граните, гипсе, дереве. Они пользуются заслуженной популярностью далеко за пределами республики. Мадину Хаджиеву восхищает в мастере умение передать каждую деталь и сделать это тонко и убедительно. Мы сразу окунаемся в нардский эпос. Посмотрите на эту лошадь. Лошадь действительно очень четко передана. Именно хтоническая сущность этого коня. Это гимуда или колан. Это нардские лошади. Творчество Магомеда Хабичева считается новым этапом в развитии национальной культуры и искусства, отметила доктор филологических наук Фатима Иркенова. Заметными вехами творческого пути мастера стали такие произведения монументально-станковой культуры, как скульптурные композиции Скорь. Село Красный Круган. Аллеи героев Великой Отечественной войны. Село Учкекен. Ряд композиций, посвященных трушеникам села, косари, чабаны, козапас, бычу, цикл монументальных скульптур Казбот-Качкаров, памятник народному певцу Карачаеву, мудаливу Батчайку, памятник известному правозащитнику. Это далеко не полный перечень монументальных работ Магомеда Хабичева. Магомед Хабичев, член Союза художников СССР и России, дипломант международного конкурса «Тюркский мир», отмечен дипломом Министерства культуры Карачаева-Черкесии и Российской Федерации, участник выставок всероссийского и международного уровня. Скульптор предпочитает работать с камнем, с деревом, занимается ковкой и литьем, использует конструкции из металла. Работой художника занимают почетное место в картинах галереях и музеях России и за рубежом, а также в частных коллекциях. Выставка продлится до конца февраля. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Долгожданный снег под занавес зимы принес радости детям и взрослым. Креативная бабушка из аула Зиюка решила удивить своих внуков необычными снеговиками. Марина Меджидовна Бодракова не только слепила символов зимы, но и словно дизайнер одежды придумала каждому свой индивидуальный наряд. Вот такие забавные снеговики украсили двор и подняли всем настроение в морозный солнечный день. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Ну-ка все вместе». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова